Меры по обеспечению в регионе доступности медицинской помощи обсудили на совещании с участием полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Игоря Орлова. Полпред заострил внимание на анализе состояния системы здравоохранения и ключевых демографических факторов. Он отметил, что в Архангельской области продолжительность жизни выросла на один год, сейчас она составляет 70 лет и 7 месяцев, однако региону пока не удается преодолеть естественную убыль населения. По словам Николая Цуканова, за последние годы Поморье достигло заметных успехов по снижению смертности населения от ДТП и туберкулеза. С 2012 года эти показатели снизились на 30%. Но по заболеваниям системы кровообращения и новообразованиям ситуацию пока преломить не удается. Отметил Полпред и серьезную работу областной власти по развитию инфраструктуры здравоохранения. Так только в 2015 году в регионе завершилось строительство поликлиники в поселке Плесецк. Были проведены капитальные ремонты 11 объектов в 8 учреждениях Архангельска, Котласа и Северодвинска. Глава региона напомнил, что областное правительство активно работает над задачей повышения доступности оказания медицинской помощи, несмотря на сложности географического положения Поморья и низкую плотность населения. Развивается санитарная авиация и телемедицина. Для жителей труднодоступных территорий организована работа выездных бригад, а также дистанционное консультирование пациентов. В рамках проекта «Шаг навстречу» поликлиники перешли на работу в выходные дни. Открыты дополнительные терапевтические участки в Архангельске и обновленные регистратуры в крупных городах. Одна из главных задач в области здравоохранения – подготовка специалистов. Общий дефицит кадров достаточно большой, но именно поэтому сейчас основное внимание региональной власти уделено целевой подготовке под конкретное место, специальность и территорию. За последние три года такое обучение прошли более 400 человек. Часть специалистов пришли на работу в Котласскую центральную горбольницу. Говорить о том, что радикально изменилась кадровая ситуация, нельзя. У нас на настоящий момент работает 242 врача. Это примерно соответствует цифрам конца 2015 года. И хотя мы приняли на работу за 2016 год 26 человек, 26 врачей, уволилось 23 врача. То есть реальный баланс всего плюс 3 специалиста.